всем привет с вами юля и после долгой паузы я возвращаюсь к съемкам лето оказалось не таким как я его себе представляла как хотелось бы произошли некоторые изменения в планах которые конечно же повлияли на съемку и на вышивку в том числе я вышивала но вышивала не так много как хотелось бы но снимать видео у меня совсем не получалось но и вот сегодня я собралась силами и решила вам все все показать отчитаться и за июль месяц и за август месяц в августе месяце у меня был небольшой отпуск мы съездили отдохнули на недельку хорошо проверить провели время но к сожалению не все так гладко оказалось у нас дороге случилась неприятность украли сумку а там телефон документы немножко денег карточки ну в общем вы понимаете не так как деньги как все карты и документы все это настолько сложно но мы сразу позвонили заблокировали номер телефона и карты и банки и все 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 нет каких-то проблем а вот документы мои конечно я буду восстанавливать еще долго купила себе новый телефон но что-то мне он не очень нравится не знаю посмотрим может быть я его и поменяю сегодня снимаю на свою камеру ну и по возвращению ко всему прочему я еще и заболела вчера конечно у меня был тяжелый день температура самый такой критичный день но сегодня уже все в порядке витамины витамин c и некоторые другие процедуры очень помогают мне уже намного легче и сегодня решила снять это видео потому что скоро нужно выходить на работу на следующей неделе поэтому можно подтягивать хвосты к тому же у нас идет наш совместный проект райский сад нужно делать отчет но и у нас впереди сентябрь и заключительный месяц нашему сп поэтому там тоже нужно подтягивать хвосты вот буду делать паузы потому что мне немножко тяжело будет снять все видео от начала до конца она будет большое покажу вам все процессы всей работы финише и старты также летом у меня были летние старты которые на 50 процентов у меня получилось выполнить то что я хотела но 50 процентов так и не получилось стартануть потому что началась кутерьма на работе одна девочка ушла в отпуск у второй у мамы сложная ситуация по здоровью на в больницу легла и нужно было отпустить девочку чтобы она с вами была в больнице а значит мы остались мужем вдвоем ну в общем ли это такое получилось настолько много всяких хлопот забот каких-то дел проблем не знаю в общем еще у нас пожары были очень долго конечно мы живем в афинах и как бы проблема огня нас не затронула но у нас же рядом здесь наша любимая гора барни туда куда мы ездим на выходные часто и где я вам показываю наши прогулки наше любимое место наша зеленая зона так сказать потому что афины очень бедные на зелень практически ничего нет а там вот такой вот маленький уютный уголочек причем эта гора уже горела по моему в 2000 нет ни четвертом ну или в четвертом или в седьмом году я не помню вот и оставалось там получается как половина леса там где царские угодья старые когда здесь был еще царь в греции там в каком по-моему в 1960 последний раз его выгнали вот и остались царские угодья там лес красивый и вот этот лес с подножья горы простирался прям вот наверх на наш любимую гору и в этом году там произошло возгорание очень сильная сосна сосна горит просто как спички все это вспыхивает мгновенно все еще был сильный ветер и ветер это все сразу стала разносить вот и несколько дней все это там горела потушить никак не могли очень сложное было погодные условия ну и горы там не так-то просто и все подобраться к разным местам и вот этот пепел это гарь на нас летела ночью спать было очень сложно двери окна не откроешь не верю окна не откроешь потому что гарь идет очень жарко утром просыпаешься везде пепел как с вулкана но и вот этот это гарь этот смог он осел получается на все афины с этой горы спустился села это гарь и несколько дней под везде был очень такой тяжелый воздух ну и с разных сторон не только наша гора горела и с разных сторон афина пожары все это несет конечно же в афины и потому что мы здесь как бы в низинке в общем жарко гарь пепел различные заботы август был очень тяжелый сейчас вот сегодня уже начинает меняться погода пахнет немножко осенью я этому очень рада хочется прохлады хочется каких-то перемен вот войти в какой-то более-менее нормальный рабочий режим наверное вот так такое вступление у меня затяжной но нужно было как-то объясниться где я что я потому что может быть кто-то мне писал искала у меня телефон был целую неделю отключен так как в гостинице куда мы ездили она находилась в районе горы олимпа а там деревне деревне там получается мы были очень далеко это было такое гостиничный такой комплекс у них 65 гектар и различные резорт различные домики как бы бассейны мы все все вот вдалеке от от городов такой оазис конечно очень красиво и очень красиво было наблюдать за горой олимпом такой пески климат целый день и там различные меняются картины то светлые тучки то темные тучки то дождик кто смотрит стая птиц пролетела то какая-то деревенька оголилась это опять все спряталась в общем было очень интересно наблюдать из-за этой горы в том числе я по утрам когда просыпалась делая минут по 15 на нее любовалась она не одна там много разных гор все это очень интересно игра светотени солнце в общем было конечно классно но так как мы находились далеко от цивилизации так сказать я не могла восстановить свой номер телефона и только по приезду в афины уже в центральном офисе мне выдали мой старый номер как бы стала я восстанавливать все свои данные слава богу ничего не пострадала я вот в отпуске ничего не снимала не фотографировала моего можно было на телефон мужа но я так грустила я думала что у меня теперь не ютюба не будет ничего не будет все как бы вот было так сложно с другого источника зайти не могла потому что у меня стояла как это двухэтапная аутенция то есть в мои аккаунты аккаунты я заходила только с помощью sms с повторной проверкой с sms на мой номер а номера не было поэтому ну никак я не могла зайти я уже пробовала и на другую мою чтобы мне отправили оповещение не как только с номером телефона поэтому вот и плюс в двухэтапной аутенции и минус если у вас телефон пропал то как бы вы и не быстро не восстановите свои данные но вот так вот у меня получилось вот ну слава богу что отделались как говорится легким испугом там но потеря телефона небольшая сумма денег документы нужно еще восстанавливать вот такая вот история ладно давайте перейдем к вышивке с вышивка у меня вот что напомню вам вы наверное уже и забыли моем о моем финише июльском наверное по моему это единственный финиш июля это вербака яркие птицы вот такой красивый очень позитивный сюжет вышивала в нашем сп в нашем сп райский сад чуть приблизить вам чтобы вы посмотрели более детально эту работу мы вспомнили наверное наборчик вербака яркие птицы здесь в наборе была а и там такого желтоватого цвета я заменила на ли он но немножко я ошиблась с каунтом может быть в как-то в пакете он у меня перепутался с другой основой я думала до 14 схватилась так стала вышивать оказался он у меня ну где-то к 16 чуть чуть поменьше получилась работа в целом впечатление очень приятные хотя есть тут такие моменты которые мне давались достаточно сложно ну вот к примеру вот эти веточки они вышивались сложно вот эти цветочек вот эта веточка вот это эти цветочки вот такие вот не бутонные такие веточки вышивали сложно потому что там разброс практически одиночек не грубками а вот по одному крестику по одному крестику на льне закрепляться сложновато вот именно одиночки когда это аида она плотная можно закрепить эту одиночку и без проблем ее как бы вышивать а вот лен он более такой мягкий здесь сильно не закрепишься и конечно вот это меня расстраивало сложно было как-то быстро вышивать вышивала наслаивая крестик за крестиком чтобы можно было цепляться за что-то как бы изнанка чтобы было но изнанка у меня здесь конечно очень такая путаная потому что очень много одиночек вот именно вот в каких-то местах в целом вышивка очень приятная меня порадовали эти птички вышивались очень быстро такие яркие классные и мне очень понравилась клетка потому что здесь у нас использовалась три цвета металлика вначале я подумала что буду вышивать в одну ниточку металлика но потом посмотрела что получается очень тоненько здесь именно нужно вышивать в две ниточки чтобы были такие толстенькие крестики и создавалась имитация вот этих металлических прутьев и где я вот вначале вышивала в одну ниточку я потом прошлась вот здесь еще сверху еще по одной ниточке чтобы было вот так вот по плотнее ну вот так видите получается очень ярко сочно конечно без быксича было не так все все четко в быксич дело сделал свое дело и вот такая красота получилась мне очень нравится красиво все получилось приятный процесс кстати это подарок был от ольги ольги кро кростич лала кростич она как-то как-то она переименовала свой канал оля л кростич по моему так называется ее канал у нее очень-очень большая коллекция наборов больше тысячи там столько серии девочки смотреть не пересмотреть все очень интересно все по сериям такая коллекционер рукодельница вот такой красивый получился у меня дизайн вышивала как я уже сказала нашим совместном проекте потихоньку со всеми девочками и вот наконец-то его завершила пока он меня не оформляется хотя конечно надо бы это моя любовь птички клетки цветочки но знаете у нас проблема с оформлением и я пока не решила что делать с этой проблемой как в общем-то выходить из положения как оформляться пока складываю все в рулон может быть потом что-то придумаем вот так еще раз вам покажу все детали поподробней вот такой замечательный у меня финиш был в июле месяце бантик такой классный вот мне в общем то здесь все все очень-очень нравится с этой работой я думаю что здесь у нас по данному процессу все есть отдельное видео ссылку оставлю обязательно в инфобоксе чтобы вы могли уже более подробно ознакомиться со всеми нюансами что там размеру по ниткам что я рассказывала уже не вспомню поэтому ссылку оставлю а мы перейдем к следующему к следующему процессу и так следующему финиш финиша августа недавно буквально завершила это набор фирмы dimensions вот обложка петух на черном размер работы 35 5 на 27 и 9 сантиметров вышивка гладевыми стежками ниточки здесь у нас и шерсти мулины и вышивается на вышивался он на основе равномерная основа не знаю что за равномерка с нанесенным контуром здесь был контур я думаю что оставлю вам ссылку на старт этого процесса вы можете посмотреть как выглядела эта основа вот ну это что у меня получилось сегодня это вот такой вот красавец сейчас я сделаю увеличение поближе конечно же вам все покажу пока вот просто он пусть полежит я немножко расскажу по материалам и по моим впечатлениям значит ниточки здесь были мулины вот их осталось здесь совсем совсем чуть-чуть каких-то ниточек мне даже не хватило и мне пришлось какие-то стежки дошивать просто похожим цветом это тут остатки я намотала вот по моему да так что у меня здесь нет а какие-то остатки я еще доматывала не буду уже все это разматывать вот 15 365 не осталось 15 356 есть еще чуть-чуть 16 264 есть 17 110 есть 17 04 есть 16 253 есть но черный черный весь у меня ушел кстати 18 500 мало его было по моему его и не хватило где-то ну и 12 306 у меня чуть-чуть осталось несколько ниточек вот в общем по мулине здесь конечно очень скромно как-то может быть не очень рассчитана шерсть конечно же вся осталась здесь такой большой пучок и даже вот остатки оставила чтобы ну для каких-то может быть поделок приходится шерсть здесь очень такая интересная не такая как куриолис не тонкая а вот достаточно толстенькие такие ниточки я не знаю какой здесь диаметр как переплетение считается но так вот покажу вам видите как пасма мулине целая практически вот так выглядят скрученные пушистенькие вот такие вот ниточки все остались вот такая планшетка цветов немного было все все они остались я их замотала с остатками чтобы они не раскрутились вот ниточки остались все что хотела вам показать хотел вам показать как выглядела схемка схемка очень простая кстати вот видите как выглядит схема и она по моему один в один именно к печати на основе то есть если взять ткань можно взять к примеру муслин сверху наложить ткани под копирочку о точная вниз за ткань под копирочку перевести этот рисунок то можно вышить и еще раз этого прекрасного петуха ну я думаю что это конечно не очень хороший вариант но можно так сделать если вас интересует этот набор то он на 1 2 3 стичеком продается с большой скидкой лучше купить набор поверьте там еще и доставка дешевая так вот вот так выглядит у нас схемка видите различные здесь у нас обозначение то есть каждый элемент имеет свою как бы окраску видите такие вот цвета мы эти цвета находим в ключике и здесь у нас указано каким стежком видом стежка нужно вышивать данный элемент и во сколько ниточек вот к примеру есть сатин сатин падать сатин лонг слит слит рандом сид но я не буду сочетать потому что я не очень хорошо что по-английскому чтобы не резать вам слух вот ну все все здесь эти значки есть и когда мы выбираем определенный значок мы видим каким стежком нужно его вышивать и старая инструкция где здесь есть все все вот эти вот виды стежков вот они здесь нам прекрасно все показано подробненько что как вышивается каким способом абсолютно все стежки видите поэтому не составило никаких сложностей даже не знаю английского даже вот первый раз вышивая такую работу можно запросто справиться вот ну давайте я вам покажу наверное это все поближе чтобы вы могли рассмотреть эти стежки расскажу вам впечатление об этих стежках потому что здесь каждый элемент на самом деле он уникален ничего здесь практически не повторяется но за исключением может быть вот каких-то листочков практически а остальное все очень разнообразная по сочетанию цветов по заполнению каждый каждый вот цветочек если мы посмотрим так сейчас новичку я как-то настроюсь чтобы чтобы вам хорошо это все показывать так ну попробую вот с таким увеличением вот смотрите то вот этот желтенький цветочек здесь у нас гладь внутри тоже здесь гладь но вот эти вот части заполняются разными цветами сверху прошиваются бэкстич сеточка такая вокруг прошивается таким стежком как бы обмёточным да вот обмёточный стежок вот этот стежок называется рыбья кость очень просто вышивается смотрится эффектно ну там вот этот листик это обычная гладь внизу печать и сверху просто малины гладь ничего как бы ой гладь бэкстич ничего сложного вот этот цветочек здесь у нас гладь внутри малины сеточка сверху у нас идет стежок сейчас я вам скажу как он называется этот стежок стэм стэм стич очень мне нравится этот стежок такая косичка получается вот этот желтый цветочек он тоже совсем здесь как бы другой тоже здесь гладь но внутри красная серединочка тоже здесь у нас стэм стич вот такой вот голубенький цветочек внутри гладь сверху сеточка из красной нити вот такой красивый цветочек видите они в общем то как-то все отличаются вот эти красные цветочки они ну в принципе одинаковые за исключением каких-то делочных стежков вот где у нас идет такой прямой стежок наполнение окантовочка вышивается быстро легко это у нас здесь мулины такая косичка плетется тоже очень интересно мне понравилось посмотрите какие у него лапы все вот здесь вышивалась у нас гладью а сверху обшивалась по типу стэма стич такая косичка и вот такие длинные здесь есть полосочки штрихи вот которые вот таким образом создают но практически натуральные ноги очень понравился сам петух работы здесь было много работа процесс был увлекательный значит наполнение здесь у нас гладь здесь несколько цветов по моему три оттенка красный розовый и такой вот нежно-розовый сверху еще вот такие штрихи желтым выполнены также это все обшивается черный черный мулине обмёточным швом надеюсь вам будет это видно потому что она черный с черным не сильно видно вот все это заполняется вот видите и потом обшивается тоже бэкстича вот данном случае голова посмотрите как красиво получился глаз клювик мне очень понравилось тушку мне очень понравилось вышивать вот здесь смотрите у нас идет рандомный стежок но это просто такие маленькие стежки как вам нравится просто вот вышиваете как вам нравится в различные наполнения вот он такой рандомный стежок очень прикольный сверху обычные желтой желтой ниточка здесь у нас шерсть это у нас по типу бэкстича и сверху так вокруг также обводится бэкстич чем черным здесь у нас косичка это стэм стич а вот здесь наполнение мне понравился этот стежок он называется вот он каунтед филинг вышивается значит здесь сначала длинные такие стежки одним цветом потом длинные стежки вот прям по всей длине другим цветом вот такие не длинные такие стежки эти вышиваются потом черный мулине прокладывается по типу бэкстича такая горизонтальная нить и сверху это закрепляется французскими узелками очень эффектно очень прикольно мне конечно так понравилось я старалась чтобы эти все стежочки были ровненькие ровненькие ну где-то не подплясывают потому что все конечно идеально ровно выполнить невозможно не было никаких же линий прочерчен вот просто нужно было заполнять но в этом есть и прелести у каждого поэтому получится свой петух все по-разному будут прокладывать эти стежки также мне понравился хвост хвост здесь просто но целый букет все перышки тоже как бы по-разному вышиваются видите здесь синие перья есть и гладь есть и рандомный стежок вот так вот все это сочетается вот здесь у нас вот такой вот желтое перо вот эти зеленые то печати сверху просто мулине вот такие длинные стежки вот такой вот хвостик тоже вот этим интересным стежком в таком же стиле вышивается тоже было очень прикольно интересно ну и вот красный гладьевые с обмёточным стежком все это проходится по контуру еще ниткой мулине ну просто великолепно конечно этот такой праздник красок для меня я люблю яркая я люблю вот такой насыщенная необычная я в полном восторге пока он у меня на кюснапах стоит и радует но скоро скоро как только все откроются вернуться к работе я его отнесу и сделаю в подушку я конечно хотела чтобы она у меня была летом ну а что а в осенний сезон тоже такому петуху почему бы и не по украшать мой дом вот солнышко вот такое солнышко тоже рандомный стежок и баксич по кругу ничего сложного бабочки посложнее вышивались потому что они мелкие нужно было их заполнять как-то вот цветочки вот такая бабочка яркая видите и он смотрит на нее вот такой у красавец получился идет шагает себе по полянке такими вот важными шагами красивый петух мне прям он очень понравился в мою коллекцию петухов девочки знаете обратила внимание у меня уже собирается коллекция петухов и курочек нужно будет уже снимать отдельное видео поэтому по этой коллекции и и еще у меня вышиваются кстати я вам потом покажу когда-нибудь доберусь и покажу что у меня там еще есть из моих петушков и курочек в общем я очень довольна этим набором довольно процессом все понравилось полный восторг и вам рекомендую если вам понравилось если вы еще думаете успейте потому что такие наборы знаете они вот когда особенно дешевые у dimensions их сначала никто не берет они есть есть потом исчезают массово снимают их с производства или что вот он сейчас на 1 2 3 стич он был около 18 долларов и доставка по моему 4 или 5 долларов но в общем недорого девочки берите правда не пожалеете он классный этот петух вот мой красавец ну что еще тут сказать рассказать я думаю что я все рассказала ничего не забыла но так надеюсь что можно все вам рассказала если останутся какие-то моменты какие-то вопросы вы пожалуйста пишите тогда я отдельно что-то еще до сниму и как-то расскажу мы перейдем к еще одному процессу и так переходим к еще одному процессу да да это еще процесс это еще не готовая работа над этим процессом я еще тружусь и знаете вчера вот целый день я вышивала эту работу хотела показать вам полностью уже завершенную показать вам финиш вот целый день вышивала и представляете не завершила знаете что вышиваю вышиваю бэкстич и выкладной нить вчера я работала вот над этим участком сейчас я вам приближу и вы посмотрите что я там на вышивала вот вчера я вышивала вот этот участок здесь у нас бэкстич и выкладная нить разных цветов кажется вот так вот на первый взгляд и немного что тут вышивать но поверьте здесь настолько много разных вот этих вот деталей веточек и изгибов в дереве вот здесь вот здесь много бэкстич его не видно здесь в одну ниточку вот такой коричневый его здесь тоже много вот это выкладная нить голубым цветом белым цветом черный есть коричневый темно-коричневый и вот все все вот это вчера я вышивала вышивала за целый день ну да и у меня вчера был кризисный день температура целый день я делала постоянно перерывы скорость была очень маленькая наверное поэтому я не смогла до вышивать если бы я была наверное в хорошем нормальном состоянии я бы быстренько с не справилась а так я конечно как-то медленно у меня шел процесс ну и просто уже к вечеру я устала не хватило терпения я переключилась на другую работу решила ну что уже не с не успею завершить потому что и здесь еще нужно до вышивать я еще здесь не все завершила несколько веточек осталось и также меня ждет вот этот уголочек здесь у меня практически практически не завершён этот угол я немножко вышила здесь выкладной нити и бэкстича я когда вышивала я сразу старалась все что я могла сразу старалась делать бэкстич потому что я знаю насколько много здесь бэкстича в этой работе но его здесь очень много и вот сложный он потому что его он насыщенный не то чтобы он какой-то дробный он очень насыщенный тяжело считать высчитывать тебя теряешься и конечно же это все не так просто я его вышивала несколько дней и еще не завершила и я думаю что и за сегодня его не завершу мне еще на несколько дней работы поэтому решила показать вам то что есть ну как бы отчет до за два месяца но потом уже покажу полностью завершенную работу в общем мне здесь нужно будет вышить еще тоже много бэкстича вот часть дома не провела бэкстич вот здесь деревьях выкладная нить в экстич вот этот вот участок вот ну в целом то что получается давайте немножко вам сделаю увеличение покажу вам какие-то детали красивые вот он домик такой красивый получается праздничный зелень за домом лесок какой-то дверь такая здесь интересная какой-то крылечко ну конечно же вот американцы умеют делать такие красивые домики здесь церквушечка ну-то костел католическая не наша тема вот птицы мне здесь нравится улетающие сарайчик видите вот это вот куча я когда вышивала если не могла понять что вот это такое это тыковки там спрятались забыли тыковки нравится мне этот уголочек очень натурально по-деревенски ну и конечно же самое главное украшение этой работы это вот эта повозка с лошадками с людьми помню как ее вышивала какие здесь тонкости детали сколько впечатлений когда вышиваешь и проявляется эта красота это конечно волшебство вот волшебство дименшинс она вот во всем вот в этом вот в этих деталях в этой натуральности в этом объеме красота и лошадки праздник веселье такое настроение я очень рада что я все-таки потихонечку ее веду к завершению елочки посмотрите какие в рядочек супер напомню что это у нас клубок желаний то нас клубок желаний ну вот то что получается можете посмотреть и сравнить сами уже как бы для себя сделаете выводы примите какие-то решения и также хочу показать вам рассказать немножко что у меня здесь с нитками вот с нитками у меня здесь неприятная ситуация также покажу вам по схеме что мне нужно будет еще вышивать чтобы быть более понятной о необходимом объеме работ который мне нужно выполнить его смотрите видите вот он этот участок над домом вот он у нас дом нужно будет чуть-чуть здесь вышит но это ерунда и вот вот эти все ветки видите разными цветами синий красный зеленый это все вот синий то выкладная нить зеленый по моему тоже выкладная нить по моему если не ошибаюсь или нет backstitch backstitch красная backstitch видите очень много его насыщенный и вот с правого уголка у нас вот так я тут его шила 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 что-то себе отмечала отмечала но очень насыщенно по поводу backstitch работа непростая вот в этом плане на непростая очень-очень много backstitch кстати я постирала погладила заново натянула и осталось только выполнить вот мне backstitch и мы уже будем готовы готовы уже как раз к зиме что по ниткам нитки в этом наборе меня честно скажу расстраивают потому что очень много у меня не так закончилась так ну вот здесь те цвета которые вроде бы есть ну почему вот давайте смотреть вот этот значок закончился мне бы не хватало мне пришлось его подбирать искать вот этот закончился но по-моему хватило здесь одна ниточка всего лишь одна тут тоже вот одна ниточка вот этого значка мне не хватило вот этого нет видите вообще ни одной ниточки ничего работа очень объемная здесь у нас и в 3 4 5 сложение нити и полукрест поэтому конечно расход большой так надо делать уже перерыв садится голос а вот у нас здесь по ниточкам видите совсем чуть-чуть ну вот так вот жиденько очень видите какого-то мне при много не хватило и я прям искала тоже подбирала вот одна ниточка но здесь вроде бы этих есть тут вот тоже одна ниточка а здесь вот полукрест 3 нити видите а всего осталось 1 что с ней делать если бы не хватило вот этим вышивается у нас выкладная нить ну не знаю должно хватить ведь тоже всего лишь одна пасма осталось выклада не извините вот это осталось тут чуть-чуть здесь полукрест 5 нити были какие-то цвета которые рвались нити поэтому расход конечно же увеличивался вот этот цвет у меня сразу закончился тут осталось ну белый есть видите уже не помню как с каких номеров мне прям вот не хватило то что вы видели много не пустых ячеек не приходилось подбирать и да что-то мне синего не хватило из синего сейчас я вам покажу где я вспомнила каких не цветов не хватило не помню на планшетках но вспомнила на вышивке вот здесь вот голубых цветов мне не хватило я прям вот не знаю уже тут придумывала а вот здесь да вот здесь и мне не хватило и я нашла эту нитку в дмс но они отличались и приходилось тут что-то как-то дошивает но хорошо что сверху идет бэкстич в небе не хватило вот тут какого-то цвета бежевого тоже что-то подбирала в общем какие-то обрезки собирала много мне не хватило цветов вот именно в небе голубых каких-то бежевых вот и это конечно расстраивает когда не хватает нитей ты вечером обычно это же вечером у нас вышивка вышиваешь вышиваешь обнаруживаешь что не хватает ниток начинаешь бежать тискать что-то придумывать ну в общем такая ситуация неприятная с нитками но в целом в целом конечно процесс очень интересный увлекательные dimension сумеют нас радовать своими разработками и я вот потихонечку эту работу уже дошиваю осталось совсем чуть-чуть думаю что уже совсем скоро будет финиш но сегодня я точно не справлюсь потому что много работы вот в течение недели я потихонечку этот бэкстич завершу вот такие у меня новости с этим процессом сделаем паузу и продолжим поработала достаточно хорошо за эти два месяца это набор фирмы чудесная гла ласковый май размер работы 32 на 32 сантиметра количество цветов 38 аида здесь я 14 аккаунта серого цвета ниточки мулине не знаю какого производства вот такая картиночка должна получиться и вот то что получается но мне кажется достаточно хорошая передача соответствие с обложкой потому что вот часто у производителей обложка с картинкой нет не соответствует есть некоторые цветовые отличия в частности у панны 5 частенько бывает несоответствие обложки с картинкой у кого еще такое бывает но если сейчас не вспомню не об этом ну в общем хочу показать то что у меня здесь получилось уже я вышиваю решил оставить аиду были у меня мысли заменить на равномерную основу но так как это цветная основа подумала подумала и решила что я все-таки ее оставлю на иди всегда вышивать проще чем на равномерке единственный был вопрос с разметкой так как на цветной основе маркерами лучше не размечать они выедают цвет и потом работа будет испорчена я решил попробовать мононить и к моему удивлению у меня с этой ниткой сложились хорошие отношения я делаю только по горизонтали решила по вертикали не делать потому что мне этого в принципе достаточно я вот так вот вижу где у меня мой квадратик вот видите только по горизонтали и вот так я вижу где мне мой квадратик мне главное видеть хоть какие-то обозначение квадрата чтобы себя контролировать потому что я еще то ворона смотрю когда смотрю youtube залипаю могу потеряться где я нахожусь и по схеме по основе и вот эти вот квадратики конечно меня спасают я всегда с таким восторгом смотрю когда девочки вышивают без разметки вообще это просто для меня это выше пилотаж я без разметки не могу у меня уже так построена моя техника вышивки поэтому разметка для меня это конечно супер вот ну для ускорения я могу вышивать на равномерке без разметки но там я иду на слоение потихонечку так вот как бы здесь я беру нитку и просто вот могу немножко погулять по полю и повышевать эти мои одиночки кстати вот сейчас вышиваю сиреньку вы понимаете сирень это всегда разброс крестиков ну вот так вот потихонечку слой за слоем я поднимаюсь вверх вышиваю ниточку за ниточкой стараюсь дошивать не всегда получается ну вот так я стараюсь не уходить далеко вот с правой стороны я практически дошла до третьего уголка вот видите вот этот вот листик вот он вот этот листик он у нас на съемки вот здесь то есть еще чуть-чуть вот те вот такие цветочки нужно до вышивать бабочка вот ну можно сказать третий угол до колосочки тоже как бы ну тоже так вот самые самые конечно интерес сейчас только-только начинается вот этот весь букет сирене и полевых цветов и ландышей вот он как раз сейчас меня ждет я думаю что где-то 50 процентов у меня готова и нужно будет собраться с силами и в сентябре эту работу завершить мне бы очень хотелось потому что с этой работой я участвую в нашем совместном проекте райский сад и нужно подтягивать хвосты нужно завершать хоть какие-то работы конечно мне есть некоторые финиши я молодец в этом успе постаралась но нужно еще лучше постараться и все завершить несколько работ порадовать себя и вас вообще конечно это вышивка меня очень-очень радует вдохновляется ими красками и своей легкостью отшива я думала что будет сложная работа так говорили о данном дизайне бэкстич какой-то вот цветочки там намешано но вы знаете схема настолько хорошо построена она вот для меня как сага на бумаге я ее читаю очень 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 легко что для меня в общем-то большая редкость обычно я должна порисовать зачеркнуть отметить здесь ничего не нужно я вижу где я нахожусь я вижу все эти значки все очень настолько удобно просто бэкстич я посмотрела он есть здесь конечно но не такой сложный его не так много не такой сложный какие-то вот штрихи мы с этим конечно же справимся это не тот бэкстич майя или вот сейчас дименшинс где вышиваю что его там так много вот здесь попроще и мне нравится сам процесс по себе посидишь пару вечерков уже большой участок вышит ну да это 14 до 14 и дано в общем то вот этим и хороша что очень быстро виден прогресс вот ну процесс нравится все нравится по ниточкам в принципе нитки хороший с исключением двух цветов они вот там какие-то немножко тоже рыхлый вообще в этом году у меня попалась несколько наборов с рыхлыми нитками и я поняла что для меня вот уху хуже на уху худшего наверное нет когда вот рыхлые нитки сразу пропадает все желание вышивать но хорошо что здесь его их несколько цветов и можно это пережить а вот если бы их было больше конечно я бы уже расстраивалась то что получается смотрите мне очень нравится прям вот очень нравится этой серий к сочетании зеленых цветов бабочка какая прелесть шикарный шикарный будет букет дизайн просто класс не могу оторваться но рассказывать больше мне нечего по данного процессу буду над ним активно работать на забегая немножко вперед о планах буду стараться его завершить сентябре и будем переключаться к следующему процессу вот хотел показать вам еще эту веточку похвастаться какая она красивая здесь выкладная нить это веточки красота красота ну опять же повторюсь что самое самое интересное нас ждет впереди я уже в цветах все все переключаемся на другой процесс дальше хочу показать вам вот этот процесс это у нас дизайн фирмы dimensions но сборка магазина клубок желаний я думаю вы все знаете уже этот магазин я кстати много и часто вышиваю дизайнов этого магазина потому что такие старые дизайны собрать самому можно конечно но это так сложно по набору всегда проще открыл и вышиваешь и не надо себя мучить правильно выбрал цвет неправильно а девочки все таки подбирают из трех палитр поэтому в общем то достаточно хорошие у них подборы я уже ни одну работу вышила и мне нравится то что у них есть и часто вот эти акции один плюс один один покупаешь набора другой тебе в подарок если вы состоите в контакте в друзьях с ольгой из этого магазина то на день рождения вам тоже присылают как бы подарок возможность купить один набор и и второй по равноценной стоимости вам также подарят в общем очень выгодно покупать такие вот наборы если самому собирать нитки все остальное получается дороже вот так вот один плюс один это конечно же большое решение помощь купил и хороший получается набор мне нравится схемам очень качественно крупно все напечатано бэкстич все видно ключ хороший все все организация мне все очень нравится и основа хорошая и в принципе нитки мне нравится но за исключением моего вот зимней радости там вот у меня попались нитки не очень и какая-то там проблемка но я думаю девочки обратят внимание как-то доработают вот дух волка дух волка держала держала обложку рассказывала вам совсем разном размер работы 28 на 36 сантиметров на вышивается на аиде 14 каута бежевого цвета здесь у нас обработанные края это вот хорошо это дизайн это вот просто маст хэв это моя давняя давняя мечта еще десять лет назад как-то я только начала вышивать я уже тогда замечталась об этом дизайне я скачала схемы у меня есть наверное как у многих рукодельниц вот такая толстенная папка со схемами куда я на себе накачала всевозможных раз не просто накачала распечатала уже знаете тоже такой маленький шажок к организации какого-то процесса я уже их распечатал и вот такая папка у меня толстенная с распечатанными схемами вот на как говорится на случай войны и вот эта схемка там тоже была и появилась такая возможность девочки предложили этот набор я конечно же вцепилась долго не могла приступить у меня все как-то затягивается с процессами ну вот начала снизу чуть-чуть повышевала потом отложила и вот летом у нас было много разных поездок я решила что-то брать с собой в дорогу в поездку думала надо брать что-то легкое чтобы вот не парковаться там не кучу иголок а вот чтобы легка легка и я вспомнила об этом процессе здесь 14 это очень простая легкая схема здесь нет каких-то сложностей можно брать нитку и и полностью вышивать и вот практически вот эту всю часть я вышла в дороге я постараюсь на эти фотографии вставить как было и вами вот то что у меня уже получилось достаточно хорошо я повышевала продвинулась нужно будет также ставить себе в планы на сентябрь этот процесс продвигайте чтобы до конца года обязательно его завершить получается просто шикарно это какое-то волшебство такая простая схема это не многоцветки да там где вот из одиночек должно сложиться вот это чудо а здесь без одиночек получается вот это вот чудо вышиваешь и грубками немножко быкстича и вот мы видим вот она это как же называется у индейцев это их не одеялко красивая вот вот она уже все складочки все хорошо видно одежда уже волосы проявляются и все такое ярко натуральное просто волшебство очень очень мне нравится я в полном восторге от результата нужно еще немножечко мне вот поработать и чтобы закрыть второй угол с левой стороны угол я закрыла вот справа еще нет я вот здесь значит нахожусь где-то до вот этого черника полосочка вот осталось тут вот совсем чуть-чуть тут один вечер работы на самом деле нужно будет выделить этот вечерок посидеть и обязательно выполнить этот уголочек закрыть а дальше уже знаете дальше уже но само пойдет полегче будет когда много уже выше то работа конечно же начинает лететь я в полном восторге вот результата от красок как моих крестиков они тут сами получаются вот такие ровненькие видите какие у меня красивые крестики можно сказать волшебница но на самом деле это не моя заслуга хорошая основа хорошие нитки эти как как интересно рассматривать крестики когда они вот такие вот пухленькие классно мне очень нравится очень нравится долгожданный такой очень дизайн мечтала о нем и вот наконец-то наконец-то я уже в процессе не просто вот в мечтаниях а уже он у меня начать продвигается вышивается конечно же он у меня встанет в мои планы на этот год и на завершение вот больше мне пока сказать по этому процессу ничего перейдем к следующему так следующий мой процесс это вот такой интересный дизайн от стони крик купила буклет первый раз от этой фирмы на пробу соблазнилась казалось бы вот таким простым незамысловатым дизайном птички цветочки яички все как я люблю но как же мне не купить вот такую вот красоту стоило недорого и я себе цап царап и приобрела вот этот буклет совсем не просматривая ключ не задумываясь об каких-то сложностях да конечно я слышала что 100 не крик сложные схемы но я думала ну ладно справимся со сложностью схем но здесь очень сложный ключ вот это все это у нас ключ это ну я бы сказала полноценная вам многоцветка здесь больше семидесяти цветов кстати видите как я организовала ниточки у меня вот есть такие карточки чтобы знать от какого это процесса потому что мне уже много таких процессов с большим количеством цветов я вот подписываю вот так вот 100 не подписала стане крик home sweet home называется дизайн и когда у меня процесс с большим количеством цветов я их не делаю организацию на планшетке да вот не на меня не навешиваю нитки потому что я вышиваю редко такие дизайны и чтобы это все не моталась не пыли лось не махрилась я вот так вот на бобинках потому что если я вышиваю редко мне уж не сложно отмотать вышить и опять припарковать там мою иглу примут в бобинку да вот как девочки работают с dimensions вот я так работаю только с теми процессами которые у меня вот многоцветные и долгие да вот который я не не часто вышивая скажем так поэтому можно будет потом все эти бобиночки также аккуратненько разобрать ну вот видите один такой не низ в небольшой процесс хотелось как несложный сложный небольшой вот такой вот маленький дизайн 15 на 20 получится по моему сейчас я вам скажу размер что у нас должно получиться 15 7 на 38 сантиметров в общем вот такой вот не большой казалось бы дизайн но он оказался вот такой вот сложный много здесь цветов также здесь нужно было нам две ниточки ручного крошения я не досмотрела в в ключе когда покупала на 1 2 3 стич я купила только то что получается было в наличии не увидел что там еще одна нитка была нужна ее наверное не было в наличии поэтому не не предложил сайт вот купила одну вот такую стоит дорого как все эти нитки а толку от нее как бы ну смысла мне особо я не вижу вот так вот точнее 2 цветом получается у меня не было и мне нужно было выходить из положения я просто подобрала какую-то нитку которая мне понравилась по цвету и просто вышивала без всяких переходов по-моему вот этой пнк я вышивала вот такая темно-зеленая нитка вот эти сколько ниточек прямо очень много так все в коробочке у меня в контейнере так здесь с процессом тоже у меня произошли произошла некоторые реорганизация я сначала вышивала на кис на пах но по пластику ли он скользит очень плохо держится и я померила отрезала здесь у меня был еще кусок отрезал этот кусок решила натянуть на деревянную рамку вот это вот небольшая рамочка у меня нашлась плюс мне вот такие вот есть боковая натяжка такие вот крабики сделал боковую натяжку ну и вот то что я сегодня уже как бы на сегодня то что я вышила сейчас я вам покажу это как-то поближе вот что у меня здесь получилось так вот смотрите какая красота у меня уже здесь получается значит вот этот бордюр чик это у нас ниточка ручного крошения с переходами у нас ветер поднялся прям такой сильный весь дом трещит от ветра вернемся к вышивке нижний бордюр и верхний бордюр это у нас нитка ручного крошения боксить по-моему я тоже это же ниточка выполнила вот эти вот лепесточки так которые соединяют наши скворечники надпись я выполняла ниточкой от пнк ту которую я нашла вот как раз сюда нужна была другая нить ну пришлось видеть из положения просто по цвету подобрала мне нравится такой цвет промежуточный темно-оливковый и он сюда хорошо мне кажется подошел скворечники такие симпатичные получились классные ну вот посмотрите в этих скворечниках в каждом из них вот они есть повторяются да по цветам за исключением желтенького здесь по моему около пяти цветов используются в каждом из них вот в этой вот маленькой такой вот маленьком таком вот квадратике скажу дальше home home вот это вот надпись вышивается у нас по моему или пятью или шестью цветами наслаивая цвет за цветом выполняя имитацию вот нитки ручного крошения видите вот здесь вот такой светлый потом темнее 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 сверху темный такой вот получается переход конечно смотрится это очень классно здорово но поверьте на линии закрепляться выше здесь три крестика здесь три крестика здесь три вот так вот потом еще закрепиться здесь по два вышить крестика потом еще закрепиться тут еще по три его так вышить и вот так вот наслаивать и от этих всех закреплений ну я знаете начинаю быстро уставать вот наверное для меня в вышивке важно чтобы были какие-то участки чтобы можно было взять нитку и и и вышить всю и вот как бы наштамповать крестиков вот этого получить удовольствие вот ну вот здесь сверху я уже немножечко конечно поштамповала крестиков повышевала вот чуть-чуть единственное что вот в этой схеме я так посмотрела здесь нет прям вот одиночек что прямо не разбросаны до много цветов но они как бы идут на слоение можно взять нитку вот так вот вышить какой-то бордюр какой-то какую-то часть потом еще другой цвет дополняется еще цвет но посмотрим как у нас будут вышиваться я так себе и зрительно раз распределила и сделал для себя какие-то этапы вот это у меня был первый этап вспомнила что у меня здесь нитками сейчас смотрю на картинку поняла что я перепутала до эти нитки ручного крошения ведь здесь должна была быть потемней а я взяла то который посветлее у меня тоже симпатично получилось очень так весело весело и в по весеннему по летнему вот и значит у меня первый этап я его вышила второй этап это у меня будет заборчик вот посмотрим что у нас здесь были в этом заборчике здесь у нас будут вышиваться мак 2 мака какие-то колокольчики и птички и вот что еще хотел отметить по поводу этой схемы несмотря на то что здесь так много цветов и на такая насыщенная проработка здесь ну не особо проработка здесь очень даже простенькая яма сказала бы как как у дименшинс может быть да нет даже попроще мудим и что глядя на цветочки какие они здесь смазаны и совсем простая разработка а зачем столько много цветов в общем я с этим производителем как-то так вот буду думать буду думать посмотрю что конечно у меня получится на основе как все это будет выглядеть пока конечно я в общем так с ним нас настороженно отношусь теперь к 100 не крик хотя есть дизайны которые нравятся но столько много нужно цветов это очень затратный процесс но представьте 70 цветов хорошо что у меня практически вся палитра и я докупила 10 ниточек да у нас моточек стоит евро получится хорошо 10 евро я еще потратила но вот основа у меня была у меня все было вот а если все это покупать с нуля все нитки основу схему то очень очень получается дорогой набор около получится 100 евро вот так поэтому конечно тут уж каждый думает и решает но я вот так как у меня все это было в принципе я это выше и посмотрю понравится мне не понравится вот уже скучаю по этому процессу нужно будет сесть и что-то повышевать хотя бы какой-то кусочек небольшой вышить продвинуть посмотрю что у меня по графику могу я его взять не могу потому что у меня из п и конечно из по меня он меня тоже вот как бы подгоняет последний месяц нужно постараться но вот еще раз покажу вам картинку такая вот симпатяшная картиночка очень веселенькая посмотрим что у меня будет получаться то что есть вот то есть на сегодня вот такие вот красивые домики скворечники и вот этот баксич получается как будто это ручки скворечников и они такие дружные стоят в ряд сердечки ну красиво конечно красиво мне нравится надпись такая красиво смотрится конечно несмотря на все трудозатраты и все мои и вот эти вот стонания о закреплении нити конечно получается красиво вот что у нас с этим процессом давайте перейдем к следующему процессу процессов было много поэтому видео как я и сказала начале получится каким-то наверное очень длинным и у меня эта камера не показывает сколько я времени уже вам тут на наболтала посмотрим что получится при монтаже